Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы рассмотрим содержание 19 главы книги «Деяний», в которой изложено начало третьего миссионерского путешествия святого апостола Павла. В то время как известный нам из прошлой главы апостол Аполлос отправляется в Коринф, апостол Павел, пройдя Иерусалим и Антиохию, приходит, как здесь сказано, верхними странами в город Эфес. В данном случае слово «верхние страны» обозначает то, что апостол Павел добирался до этого города высокогорьем и горными районами, а вернее даже южными районами Малайзийского полуострова. Итак, апостол Павел приходит в Эфес, куда он обещал вернуться во время своего визита в этот же город в конце второго миссионерского путешествия. Вот апостол Павел приходит в этот город и находит там 12 учеников святого Иоанна Крестителя. Святой апостол Павел узнает, что они знают только крещение Иоаннова, которое принималось, как здесь говорится, в знак покаяния и в знак веры в грядущего Спасителя Господа Иисуса Христа. На вопрос апостола Павла, а получили ли они Духа Святого у веровав, эти ученики отвечают, а мы и не знаем, есть ли Дух Святой. И вот эти ученики Иоанна Крестителя принимают христианское крещение во имя Господа Иисуса Христа от рук апостола Павла. Он возлагает на них руки, и они получают дар Духа Святого, который здесь получает свои видимые явления в виде дара языков и дара пророчества. Этот случай для нас интересен именно тем, что он позволяет оценить подлинные масштабы деятельности святого Иоанна Крестителя. Обычно мы ограничиваемся тем, что помним, что Иоанн Креститель пострадал от рук Ирода. Помним о том, что он проповедовал покаяние перед пришествием Иисуса Христа. Он готовил иудейское общество к проповеди Спасителя. Из православного предания, из соответствующих праздников, посвященных Святому Иоанну Крестителю, мы знаем, что его проповедь была даже в аду, когда после своей смерти он душой сошел в ад и проповедовал находящимся там людям скорейшее и ближайшее пришествие Христова. Но, оказывается, воздействие его проповеди, оно не закончилось только периодом земной жизни Иоанна Крестителя, а имело очень далекие последствия, которые состояли в том, что общины, основанные Святым Иоанном Крестителем, то есть те люди, которые уверовали в его проповедь, эти общины, они продолжали сохраняться на протяжении, как мы видим, уже более 20 лет после кончины Иоанна Крестителя. Ученики Иоанна продолжали держаться вместе, пусть и совсем небольшими группами, жили его верой, жили его проповедью и продолжали вливаться в христианскую церковь, составляя такую благоприятную почву для проповеди Евангелия. Следующий эпизод 19 главы, это стихи 8-10, который дает общую оценку, общую характеристику проповеди апостола Павла в этом городе. Конечно же, апостол Павел начинает свою проповедь в синагоге, с той аудитории, которая была ему наиболее близка, и которая, по идее, была наиболее открыта для проповеди христианской веры. Но здесь, в общем-то, описание событий очень похоже на аналогичное описание событий в городе Коринф во время второго миссионерского путешествия апостола Павла. Мы помним, что проповедь Павла в синагоге имела относительный успех, что она имела противодействие со стороны части неуверевших иудеев, и поэтому, как мы помним, апостол Павел сказал, что я теперь иду для проповеди язычникам. И, в общем-то, второй период своей проповеди в Коринфе апостол Павел посвятил просвещению христианством именно эллинов, греков, не видя, в общем-то, должного отклика со стороны иудейской общины этого города. Здесь происходит нечто подобное. Мы видим, что проповедь Павла в синагоге заканчивается именно тем, хотя проповедует он три месяца, что некоторые ожесточились и не верили. Они злословили путь Господень. Обращаю ваше внимание на то, как здесь называется христианское учение. Сейчас мы больше привыкли говорить христианство или православие, а вот в Новом Завете были свои обозначения для христианского учения, одни из которых это слово Евангелие, под которым подразумевалась не книга, а именно учение Господа Иисуса Христа. И вот такой термин, как путь Господень, тоже обозначал все христианское учение в целом. И вот апостол Павел вынужден из проповеди в синагоге перейти в училище некого тирана, или, если дать более точный перевод, в школу некого тирана. Исходя из контекста вот этих вот событий, мы понимаем, что апостол Павел перешел проповедовать и обосновался в светском учебном заведении. Школа тирана, скорее всего, была одной из школ, которая давала людям необходимое в то время образование, как это называлось, круг наук или энкиклос пайдея. И люди, которые приходили учиться туда, получили, ну, если, скажем так, делать достаточно очень грубые сравнения, то, что сейчас мы называем высшим образованием. И само собой разумеется, что основной аудиторией проповеди апостола Павла в этот момент становятся именно язычники. И вот это продолжается приблизительно около двух лет, так что многие, а именно, как иудеи, пишет святой Лука, так и эллины, слышали проповедь о Господе Иисусе. Следующий эпизод этой главы, который заключен в стихах с 11 по 20, посвящен описанию чудес апостола Павла. Здесь мы находим очень интересные параллели с предыдущим содержанием книги Деяний. Мы помним, как апостол Петр совершал чудеса, призывая имя Иисуса Христа. И здесь точно так же апостол Павел совершает чудеса именем Христовым. Чудеса, которые описаны в этом эпизоде, они условно делятся на два вида. Это исцеление болезней, причем упоминается, что даже опоясание, то есть платки, которые носил апостол Павел, если их возлагали на больных, то у этих больных прекращались болезни. Вот если угодно, то здесь мы видим изложенный в священном писании прецедент почитания тех или иных элементов одежды или святынь, которые принадлежали тому или иному святому, в данном случае святому апостолу Павлу. Это очень важный момент. Для нас он представляет интерес именно потому, что здесь отражена вера древних христиан, что Господь своей благодатью пронизывает весь мир и освящает не только человека, но и весь мир, который человека окружает. Поэтому святой человек становится источником освящения не только для других людей, благодаря своей вере, но в том числе и для неодушевленного мира. И вот именно эта богословская идея, она лежит в основе почитания христианами неодушевленных святынь. Также апостол Павел исцеляет тех людей, которые были одержимы чистыми духами. И вот эти чудеса апостола Павла, они подвигли некоторых людей пытаться подражать ему. Неоднократно в книге «Деяния» мы видим столкновение как бы двух миров – мира христианской веры и мира оккультизма. И вот здесь мы читаем о неких семи сынах первосвященника Скевы. То есть это группа заклинателей, которые именно практиковались на том, что изгоняли из людей нечистых духов или, в общем-то, они думали, что они это делают. И, конечно, для них в данном случае это было средством заработка. И вот они, услышав, что апостол Павел именем Христовых изгоняет нечистых духов, и они попытались сделать то же самое. Что же произошло? «Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из дома». Само название группы этих странствующих заклинателей, оно весьма характерно. Дело в том, что для греческого мира того времени все связанное с Востоком, с семитским Востоком, было чем-то экзотическим и загадочным. Поэтому представители такой массовой культуры разных оккультных движений того времени, они очень охотно использовали семитскую гибраистическую терминологию либо для названия своего учения, либо использовали те или иные еврейские слова для обозначения каких-то важных понятий, тех учений, тех мировоззрений, которые они исповедовали. Благодаря этому создавался такой некий налет экзотики, ну, как, например, сейчас для нас являются экзотическими странами, страны Китая, Японии, Востока, в широком смысле этого слова. Вот нечто подобное было и в то время, только для эллинов именно Восток, Восток Семитский, Палестина и прочие страны того региона воспринимались как страны неизвестные, далекие, и язык тех стран, он помогал вот этим людям, занимавшимся оккультизмом, создать некий налет такой таинственности, да, и непонятности вокруг своего учения. Этот случай произвел на жителей Эфеса такое впечатление, что многие из тех, кто занимались чародейством, волхвованием, собрав свои книги, сожгли перед всеми. И когда посчитали цену вот этих вот сожженных книг по оккультизму, их оказалось на пять тысяч драхм. Те из нас, кому это интересно, могут провести вот такой эксперимент, узнать, сколько серебра находилось в драхме, попытаться перевести это на современный курс и приблизительно посчитать, на какую сумму денег вот были сожжены эти книги. Вот с такой силой, пишет Лука, возрастало и возмогало слово Господне. А в чем эта сила? Именно в том, что книги этим людям были дороги не только потому, что они составляли основу их мудрости, их неких, ну скажем так, в кавычках, тайных знаний, но эти книги просто были сами по себе, как это свойственно культуре древнего мира, эти книги были просто дорогие в плане их покупки, поэтому, если эти люди решились не просто эти книги отложить в сторону, даже решились их сжечь, это говорит о том, что действительно проповедь апостола Павла как словом, так и делом имела очень большой эффект. 21-22 стихи 19 главы рассказывают нам о планах апостола Павла относительно дальнейших действий во время третьего миссионерского путешествия. Здесь говорится о том, что Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть Рим. Вот эти слова очень интересно сопоставить, с одной стороны, с дальнейшим ходом рассказа книги Деяний, и также интересно сопоставить со вторым посланием апостола Павла Коринфинам, в котором, кстати, апостол Павел как бы оправдывается перед Коринфинами, что он несколько раз менял план своего путешествия, что сначала он собирался именно через Македонию пройти в Ахаю, то есть переправившись из Эфеса в Европу, двигаться с севера на юг, потом он хотел это сделать наоборот, непосредственно из Эфеса приплыть в Коринф и двигаться на север, а потом он опять меняет план путешествий, он вынужден объяснять Коринфинам, что это происходит не потому, что он такой, ну скажем так, легковесный человек, и не лежит своего слова, а на то были определенные обстоятельства. Так вот, какие же все-таки обстоятельства заставили апостола Павла из Эфеса отправиться именно сначала на север в Троаду, а потом переправиться в Европу, Македонию, и только потом спуститься вниз, посетив греческие города. Вот за этими фразами о намерениях Павла стоит целая история, о которой мы знаем из посланий, из второго послания апостола Павла Коринфинам, что не было никаких известий об одном апостоле по имени Тит, который был спутником и учеником апостола Павла. Мы знаем, что апостол Павел даже написал послание к Титу, которое вошло в состав Нового Завета. И вот об этом апостоле вдруг ничего не стало известно, нет никаких вестей, нет никаких писем. И апостол Павел отправляется на север Малайзийского полуострова, вернее, на северо-запад в город Троаду и ищет там Тита. Не находит его там. И апостол Павел сознается, что несмотря на то, что там мне была открыта дверь проповеди, то есть проповедь апостола Павла не встречала никаких препятствий, что, в общем-то, как мы понимаем, содержание книги Деяний было достаточно редко. Тем не менее, зная, что он может беспрепятственно проповедовать, он не успокоился, оставляет проповедь в Троаде и отправляется в Македонию на поиски Тита, которого и там находит. И вот это очень интересный эпизод. Оказывается, для апостолов, и в частности для апостола Павла, какие-то моменты личных отношений, дружбы, поддержки друг друга были важнее проповеди. Действительно, как можно проповедовать, если ты не показываешь детям любовь к своим ближним. Здесь еще очень важный момент, что апостол Павел не знает, что произошло с Титом. А почему он не знает? Ведь сам апостол Павел говорит, что я, наверное, больше всех получил откровений от Господа. Почему Господь не открыл апостолу Павлу, где же находится его, как казалось, пропавший ученик? Почему Господь не успокоил апостола Павла, не успокоил его волнения? У нас иногда есть наивное впечатление, что Господь является святым людям чуть ли не по расписанию, и все им рассказывает. Нет. Господь специально не открыл апостолу Павлу местонахождение Тита, чтобы проявились человеческие качества апостола Павла. Проявилась его любовь к своим собратьям, которые он поставил даже выше, чем дело проповеди. Для нас это очень важный пример личных взаимоотношений, глубокой дружбы и любви, которые были между апостолами. Завершается рассказ об эфесском периоде жизни апостола Павла повествованием о мятеже эфесских ремесленников. Этот эпизод заключен с 23 по 40 стих 19 главы книги Деяния. Ситуация на самом деле складывается достаточно простая. Серебряных дел мастера, которые изготавливали сувениры, фигурки богини Артемиды и изображения эфесского храма, который был посвящен этой богине, поскольку в этом городе был очень сильный языческий культ богини Артемиды, и множество людей приезжали в этот город. Для чего? Для паломничества, для того, чтобы поклониться этой так называемой святыне. И, конечно же, поскольку благодаря проповеди апостола Павла многие обращались в христианство, а апостол Павел, как здесь говорится, проповедовал, что делаемые руками это не боги, чего и испугался, кстати, Дмитрий, который в данном случае выступает как такой лидер вот этих ремесленников. И появилась опасность, что упадет спрос на эти сувениры, и, соответственно, эти ремесленники, они могут лишиться значительной части своего дохода. И вот Дмитрий вместе с прочими ремесленниками поднимает в городе возмущение против апостола Павла. Они даже хватают нескольких христиан, которых ведут вместе с собой в так называемый театр. Это место не только театральных представлений, не только место развлечений в Эфесе, но и также место общих собраний. И вот эти люди, собравшиеся там, в течение двух часов кричат «Велика Артемида Эфесская!». Они кричать-то кричали, но, как остроумно здесь замечает деписатель Лука, многие даже собравшиеся там и не знали, ради чего они собрались. То есть готовы были примкнуть к возмущению, скажем так, к какому-то движению народных масс, но не всегда даже понимая, а зачем и какова цель подобного рода собраний. И аргументация, которую излагает здесь ремесник Дмитрий, она, в общем-то, понятна, и логика здесь переплетается. И, в общем-то, логика религиозная, и логика абсолютно коммерческая. Очень интересно, как деписатель Лука почти фотографически описывает действия городского начальника. Здесь мы видим человека очень мудрого, поистине демагога, который прекрасно с мастерством чиновника, в подлинном смысле этого слова, он разрешает сложившуюся ситуацию. Он подождал, пока толпа как следует прокричится, и обратился со следующим словом. Мужи эфесские. Конечно, с чего он начинает? Начинает с похвалы, и он демонстрирует то, что он полностью солидарен, внутренне солидарен с теми, кто собрался. Какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета. Кто такая Артемида, нам известный из греческой мифологии, а кто такой или что такое Диопет? Считается, что в храме Артемиды хранился метеорит, которому язычники испытывали отношение как к святыне, и в этом смысле этимология слова Диопет, которое является греческим словом, она обозначает как нечто брошенное Зевсом. И язычники упавший метеорит, они как бы считали святыней, которая к ним попала непосредственно из мира богов, упав на землю. И сведения о подобного рода святынях, они, в общем-то, встречаются, в том числе в исторических источниках. Мы видим здесь вот такое, скажем так, суеверное отношение жителей Эфеса не только к своей богине, но и вот, в общем-то, к абсолютно таким нам сейчас понятным астрономическим явлением. Так если же нет в этом спора, а в чем нет спора, в том, что все почитают Артемиду и Диопета, то нужно нам быть спокойными и не поступать опрометчиво. Более того, этих мужей, то есть христиан, которых они схватили, привели в театр, они схватили абсолютно беспочвенно. Храм Артемиды они обокрали? Нет, не обокрали. Богиню хулили? Нет, не хулили. А если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания. Вот как он мудро разделяет толпу на два лагеря, как бы давая понять, что многие, кто здесь собрались, они, в общем-то, не должны здесь собираться и в данном случае пытаются разрешать отнюдь не свои собственные сложности и проблемы, а всего лишь навсего проблемы Димитрия и, в общем-то, его братьев по цеху. И указывает на то, что, да, есть официальные суды, где можно подавать официальную жалобу и не производить от этого возмущения. И, конечно же, как мудрый руководитель, он здесь заканчивает угрозой. Он говорит о том, что мы можем быть неправильно поняты, что пойдут слухи, что в Эфесе мятеж, а какие последствия могут быть, они прекрасно знали. Придут солдаты и восстановят порядок. Подобного рода волнения, связанные с убийствами и жертвами, конечно же, никому не нужны. И поэтому после этих слов городского начальника толпа расходится. Конечно же, после этого события апостол Павел отправляется в Троаду, а затем в Македонию. И таким образом этим событием завершается период трехлетнего пребывания апостола Павла в городе Эфес.